Всех вас, дорогие отцы, братья и сестры, поздравляю с праздником Воскресения Христова, который мы будем праздновать на протяжении сорока дней. И в течение всего этого периода, и вплоть до праздника Пятидесятницы, мы будем слышать за Божественной Литургией отрывки из Евангелия от Иоанна. Начало этого Евангелия мы слышали в пасхальную ночь. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И в течение всех дней от Пасхи до Пятидесятницы мы будем слышать рассказы Евангелия от Иоанна о различных чудесах Господа и Иисуса Христа, о Его поучениях, о Его страданиях, смерти и воскресении. Почему Святая Церковь именно эта Евангелие предлагает нам в пасхальный период? Наверное, потому что именно в этом Евангелии, больше, чем в трех других Евангелиях, подчеркивается, что Господь наш Иисус Христос был воплотившимся Богом. Не просто человеком, не просто сыном Авраама, сыном Давида, сыном Божиим, не просто учителем Израилевым и великим пророком из Назарета Галилейского, но что Он был воплотившимся Богом. Об этом говорится в Евангелии от Иоанна от самых первых Его слов до самых последних Его страниц. И сегодня мы слышали одно из последних повествований Евангелия от Иоанна о том, как, когда Господь Иисус Христос воскрес из мертвых, Он начал являться Своим ученикам. Но не все ученики были в то время, когда Господь являлся. Не было, в частности, Фомы, одного из двенадцати. И вот когда другие ученики рассказали ему о том, что они видели Господа, он не поверил. Он подумал, как и многие другие думали, что это призрак или что это вообще какой-то другой человек. И он сказал, если я не увижу на его руках ран от гвоздей, если я не увижу на его ногах ран от гвоздей, если я не вложу моего перста в рану на его боку, то я не уверую, что это Он. И вот прошла неделя, ученики снова были вместе, и снова, как и в первый раз, им явился Иисус. Он пришел, пройдя через закрытые двери, потому что Его тело после воскресения приобрело особые сверхъестественные свойства. И первое, что Он сказал, когда увидел учеников, сказал, обращаясь к Фоме, «Подойди ко мне и ощупай мои раны, и убедись в том, что я не призрак, а сам Иисус Христос». И вот те слова, которые Фома произносит, убедившись в том, что это воскресший Господь Иисус Христос, были, наверное, самым первым символом веры, который был провозглашен этим апостолом Христовым. «Господь мой и Бог мой». Это простые и короткие слова, в которых содержится вся суть Четвертого Евангелия и в которых содержится вся суть нашей веры. Мы исповедуем, что Иисус Христос, человек, который жил две тысячи лет назад на земле Палестины, который пострадал и умер на кресте, а потом воскрес и многократно являлся своим ученикам, что он был Богом воплотившимся. И мы исповедуем его Господом и Богом, подобно тому, как исповедал его Фома. Не просто учителем нравственности, не просто учителем духовности, не просто великим пророком, но именно Господом и Богом нашим мы исповедуем Иисуса Христа, распятого и воскресшего из мертвых. И в этом заключается сердцевина нашей веры. И в пасхальный период Церковь напоминает нам об этом через чтение из Евангелия от Иоанна. Все это Евангелие от начала до конца является свидетельством о том, что в самые древние времена, в самом начале своего бытия, Церковь исповедовала Иисуса Христа Господом и Богом. Об этом говорится в начале этого Евангелия, об этом говорится в конце этого Евангелия, и это доказывается теми повествованиями, которые Евангелист включил в свой рассказ для того, чтобы мы с вами убедились в том, что Иисус Христос был Господом и Богом. А почему для нас это так важно? Почему недостаточно просто исповедовать Иисуса Христа великим человеком, великим Учителем, наряду с другими Учителями? Потому что, если мы не верим в то, что Иисус Христос был Богом воплотившимся, значит, мы проходим мимо самой сердцевины нашей веры. Если Иисус Христос не был Богом, то что происходит тогда, когда мы причащаемся к святых христовых тайн, когда мы принимаем внутрь себя его тело и кровь? Святая Церковь учит, что когда мы причащаемся, то в наше человеческое телесное естество входит тело воплотившегося Бога, и входит его честная кровь, и через это мы соединяемся с Богом. И это таинство важно для нас именно потому, что Иисус Христос был воплотившимся Богом. Мы не с каким-то просто человеком соединяемся духовно и телесно, и мы не просто совершаем это таинство Святой Евхаристии в воспоминании Тайной Вечери, но мы через приобщение святых христовых тайн соединяемся с самим воплотившимся Богом, с тем Богом, о Котором евангелист Иоанн сказал, «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины». Та благодать и та истина, которую принес на землю Господь Иисус Христос, являются нашим достоянием. Мы к ним приобщаемся через жизнь по евангельским заповедям, через чтение Святого Евангелия, через молитву, через участие в церковной жизни, через участие в таинствах церковных и, конечно же, через причащение святых христовых тайн. Будем в этот пасхальный период, когда наши сердца переполняет радость о воскресшем Господе, почаще вспоминать о том, что Бог воплотился ради нашего и спасения. Будем приступать к святым христовых тайнам, молясь о том, чтобы Господь наполнил нас Своим светом, Своей благодатью и Своей истиной. И будем идти по тому пути, который Он открыл нам и по которому Он нас ведет, по пути к вечной жизни и Царствию Небесному. Аминь. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!